Лучшие проекты представят в рамках третьей выставки Иннопром в Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета. К интерактивному шоу практически все готово. Одна из разработок – видеомикшер для телекомпаний. В тонкости вникала Анастасия Кондрашова. Это маленькая телевизионная хитрость, запись прогноза погоды. Карты за спиной у ведущего нет, все декорации в студии – лишь синий или зеленый фон. Такой фокус в эфире проделывают все телекомпании. А вот один из уральских молодых изобретателей уверен, до чего техника дошла, а зритель еще не видел. Наша разработка – это программный видеомикшер, то есть продукт для телекомпаний. Под замысловатыми словами скрывается настоящая телереволюция. Ее обещает студент третьего курса УРФУ Дмитрий Москвин. С помощью его разработки прямо в студии можно накладывать разные эффекты. Например, на голову ведущим наслать дождь, снег, да хоть ураган. Или отправлять журналиста в кругосветное путешествие, не сдвигаясь с места. И все это в прямом эфире. У вас на зеленом фоне стоит двое ведущих. Один там якобы находится на Мальдивах, другой в студии. Вы снимаете это на одну камеру, а в кадре у вас один стоит в какой-нибудь студии и говорит, ой, вот у нас журналист поехал в какую-нибудь Мальдиву и говорит то-то, 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 то-то. И на следующем кадре показывают человека, который стоит рядом, но на самом деле как будто бы находится на Мальдивах, и еще там идет, например, дождь. Свою идею студент оценил в 12 тысяч. Но это пока. Восемь телекомпаний страны на этом изобретении уже работают. А те, кто не в числе их зрителей, смогут увидеть это телечудо на Иннопроме. Там свою минуту технославы получат и другие молодые ученые. Так называется конкурс идей. Правильная дебютная идея, как говорил классик, она скорее иногда важнее, чем сам проект. И поэтому вот этот конкурс для нас очень важен. Он показывает, что есть идеи, а если есть идеи, то будут и деньги, и проекты, и история успеха. Три человека, три успешных молодых предпринимателя поедут в США, в лучшую бизнес-школу, получат образование. Я не сомневаюсь, что вернутся в Екатеринбург и наверняка станут в каких-то компаниях большими руководителями. И главная возможность претворить свою идею в жизнь. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев, информационная программа «День» Екатеринбург.